Сегодняшнее заседание Законодательного собрания региона по предложению первого секретаря Забайкальского крайкома КПРФ Юрия Гайдука начали с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая накануне произошла в Казани. Всего парламентарии рассмотрели около 40 вопросов, кадровые стали одними из самых волнительных, а согласование Илья Акишина для назначения на должность заместителя председателя правительства края, министра планирования и развития края, Инну Щеглову и Татьяну Цемпилову на должности заместителей председателя правительства региона. Представляемый согласованием назначения на должность заместителя председателя правительства Забайкальского края Инна Сергеевна Щеглова, Татьяна Владимировна Цемпилова, И если мы очень пишем, является уже опытным и руководителем, все представлено имеет значительный опыт, как работает на муниципальной государственной службе, как в своей части, и в сфере, в сфере, в сфере, в сфере и в сфере. Всех кандидатов в парламентарии избрали путем тайного голосования. В результате Инну Щеглову и Татьяну Цемпилову депутаты утвердили на должности заместителей председателя правительства края. Илье Акишину не хватило нескольких голосов для согласования. Одними из ключевых документов заседания стали поправки в действующий закон о бюджетном процессе в Забайкальском крае. С учетом негативного опыта 2020 года депутаты поддержали предложение перенести срок внесения проекта бюджета на площадку Законодательного собрания края на более ранний срок с 1 ноября на 15 октября. Также была поддержана инициатива возложить обязанности по проведению публичных слушаний по проекту бюджета края на непосредственного разработчика документа Региональное министерство финансов. Группа депутатов внесла предложение по изменению закона о бюджетном процессе. Данный закон – это основа, это база формирования проекта бюджета, уточнения бюджета. Он установлен у нас был ранее, когда-то эта практика сложилась, он у нас был установлен ранее 1 октября, мы вносили, затем 15, а затем поменялось вообще на 1 ноября. Я поддерживаю инициативу данных депутатов по срокам. Причина основная та, что мы очень ограничены в проведении анализа, в проведении экспертизы проекта закона, в рассмотрении основных характеристик. Я думаю, что и для населения, и для депутатского корпуса, и для контрольно-счетной палаты, потому что мы проводим экспертизу, мы делаем оценку данного проекта бюджета, это будет лучше. То есть я поддерживаю изменения, внесения в проекты закона. Вопрос об избрании председателя законодательного собрания заявлен в повестку дня последним. Были выдвинуты два кандидата – глава Комитета по экономической политике и предпринимательству Юрий Кон и член Комитета по молодежной политике и спорту, заместитель председателя счетной комиссии Вячеслав Чащин. В результате тайного голосования большинством голосов спикером избран Юрий Кон. Это очень высокое доверие, оказанное моими коллегами. Я недаром сказал, что это не шутка была. Те, которые против проголосовали, наверное, имеют что-то основание на это. Поэтому я пригласил их, чтобы высказали открыто. И мне же надо исправляться. Поэтому это не шутка. Я их буду дальше призывать, чтобы они подошли и разобрались. На благо для этого улучшения моей дальнейшей работы. Команда, которая была создана в 2018 году, это Игорь Дмитриевич Малихановым. Я считаю, что она на правильном пути. И, конечно, я буду продолжать. Тем более я в команде, работая одним из заместителей председателя. Но, наверное, в каждой работе, когда человек новый приходит, что-то видит. Вот я, допустим, пока увидел, что здесь мои аппараты законодательного собрания поддерживают, что, кажется, нужно больше аналитики. Я имею в виду, депутаты должны более активно участвовать в создании законопроекта. Губернатор больше вносит законопроекта, чем мы, депутаты, сами. Поэтому я буду вот в этой части, если в аппарате не будет хватать специалистов, то я буду с губернатором по этому поводу разговаривать. И чтобы усилить вот эту часть, тогда, получив аналитический материал, мы можем из этого вместе с депутатами готовить новые законопроекты, законы, которые будут работать на благо Забайкальского края.